Здравствуйте, дорогие друзья! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает вам познакомиться с историей создания воздушных шаров, а также с книгами для детей и подростков о путешествиях на большом воздушном шаре. Воздушный шар – это аппарат, наполненный газом, с помощью которого человек может подниматься в воздух. Воздушные шары также называют воздушными аэростатами. Это их научное название. Общая конструкция воздушного шара состоит из купола, корзины и горелок. Если регулировать температуру воздуха внутри купола, можно менять высоту полета. История воздушных шаров Летающий фонарик – прототип аэростатов с оболочкой, наполненной горячим воздухом, был известен в Китае с древнейших времен. Этот фонарик – простая конструкция из рисовой бумаги с небольшой горелкой внутри. Его изобретение приписывается генералу Джигеляну годы жизни 180-234 годы н.э., который, как сообщают источники, использовал их, чтобы вселять страх во вражеские войска. В августе 1709 года при дворе короля Португалии Иоанна V была представлена модель воздушного шара, которая поднялась в воздух на 4 метра за счет горячего воздуха в оболочке. Автором этой модели был бразилец Лоренцо де Гусман, живший в Португалии. Изучая физику и математику, он первым нашел реальный способ воздухоплавания, который успешно осуществил на практике. Изобретателями воздушного шара считаются братья Жозеф Мишель и Жак Антьен Монгольфье из Франции. Они очень хотели создать летательный аппарат, который мог бы поднять человека. Братья наполняли шары дымом, от сожжения смеси соломы и мокрой шерсти. Первый воздушный шар был создан в 1782 году. Правда, он имел небольшой размер, всего лишь 1 кубический метр в объеме. В скором времени экспериментаторы изготовили и второй шар. Он был уже гораздо больше предшественника, объемом в 600 кубических метров и диаметром 11,5 метров. Торжественный запуск воздушного шара в присутствии многочисленной публики был осуществлен 5 июня 1783 года. Он пролетел более 2000 метров и удачно приземлился на Землю. Об этом факте даже написали в Парижскую Академию Наук. Открытием заинтересовались ученые. Сам король Людовик XVI проявил такой интерес к полету шара, что братьев вызвали в Париж. На сентябрь 1783 года был назначен новый полет. Осенью братья Мангольфье запускали свои шары уже в Версале. Впервые решили поднять на воздушном шаре пассажиров. Ими стали овца, утка и петух. Когда пришло время проводить пробные полеты с участием людей, Людовик XVI, не рискуя брать ответственность за жизнь своих подданных, Решил отправить в полет осужденных на казнь преступников. Если полет окажется удачным, им обещали помилование. Однако, несмотря на решение короля, 19 октября 1783 года В первый полет на воздушном шаре отправились химик Жан-Франсуа Пилатер де Розье Вместе с маркизом Франсуа Дарландом. Воздухоплаватели за 25 минут преодолели расстояние в 9 километров, А затем успешно приземлились. С тех пор воздушные шары, в которых используется горячий воздух, Стали называться в честь своих изобретателей – монгольфьерами. Достижения братьев монгольфье сподвигли изобретателя и ученого Жака Александра Шагля К усиленным разработкам своего нового изобретения – воздушного шара, При подъеме которого используется водород, который легче воздуха. Это позволило избавить летательные аппараты от необходимости поднимать запасы топлива, А пассажиров – от обязанности поддерживать огонь в горелке. Первый воздушный шар, созданный на водороде, был запущен 27 августа 1783 года. Произошло это на Марсовом поле. На глазах 200 тысяч человек шар поднялся так высоко, Что за облаками его уже не было видно. С 1783 года воздушные шары на водороде именуются шарльерами в честь Шарля. Впервые воздушная разведка была проведена во время Французской революции. В 1794 году в битве за Флёрусия воздушный шар использовался для разведки и определения ближайших вражеских позиций. В Соединённых Штатах Америки во время Гражданской войны существовал воздухоплавательный корпус. Его основал Авраам Линкольн. Корпус состоял из семи воздушных шаров. Аппараты использовали для наблюдения за перемещением вражеских войск, охватывая территорию в 15 километров. Расформировали корпус в 1863 году. В 19 веке воздушные шары стали атрибутом праздников. Они часто сопровождали коронации монархов, праздники, посвященные важным политическим и военным победам, и были неотъемлемым развлечением первых выставок в Париже и Англии во второй половине 19 века. В начале 20 века дирижабли использовали для защиты от нападения вражеских самолётов. Во время Великой Отечественной войны в дивизиях аэростатов заграждения служили почти одни женщины. Их задачей было занять выгодную для авиации противника высоту, мешая прицельному бомбометанию. Кроме того, отдельную угрозу для самолётов представляли тросы аэростатов. Воздушные шары органично влились в нашу жизнь. Они стали отдельным видом спорта и с успехом используются во многих сферах – научной и военной, а также в индустрии развлечений. Обычно летают рано утром или на закате, когда погода наиболее благоприятна и относительно безветрена. С 1906 года стали устраивать гонки на воздушных шарах. Заправившись только единожды гелием, надо улететь как можно дальше и продержаться от одного до трёх дней. В Турции есть особое место – Каппадокия, где каждый день в небо поднимаются 250 воздушных шаров. Мировой рекорд по одновременному взлёту 456 шаров был поставлен в 2017 году во Франции. Удивительно, но холодное время года подходит для полётов на воздушном шаре. На самом деле, в это время погода даже более благоприятна, чем летом. Холодный воздух в атмосфере позволяет ускорить подъём шара, наполненного горячим воздухом в небо, а также увеличить число пассажиров. К тому же, зимой воздух более стабилен, что даёт возможность летать в течение всего светлого времени суток. Воздушные шары могут летать при температуре от минус 20 до плюс 40 градусов. Таким образом, их можно использовать в любое время года. Высота полёта воздушного шара регулируется с помощью температуры, нагрева или охлаждения. Ограничений по высоте практически нет. Воздушные шары можно запустить буквально в космос. Первое кругосветное путешествие на воздушном шаре за 20 дней осуществили в 1999 году Брайан Джонс из Америки и Бертрон Пикар из Швейцарии. Полёт серебристого шара размером с 20-этажный дом контролировали метеорологи из центра в Женеве. Один из значимых рекордов для воздушных шаров в 2016 году установил российский путешественник Фёдор Конюхов. Стартовав в Австралии на аэростате Мортон, он совершил кругосветное путешествие всего за 11 дней 5 часов и 11 минут, побив предыдущий рекорд на 51 час и 22 минуты. Самой юной женщиной-пилотом на воздушном шаре стала англичанка Милли Карлстрем, которая получила лицензию на полёты в день своего 17-летия в 2010 году. В 1883 году в Ананне на родине изобретателей воздушного шара братьям Монгольфье был открыт памятник. В Нижнем Новгороде на набережной Федоровского установлен памятник, посвященный писателю-фантасту Жюлю Верну. Он сам в городе никогда не бывал, но упоминал его в своих произведениях. Жюль Верн изображён с подзорной трубой в воздушном шаре. Общая высота композиции составляет примерно 10 метров. Книжные путешествия на воздушном шаре Клифф Аллан, Томас Мякеля, Муми-тролли и воздушный шар Приглашаем маленьких читателей в долину Муми-троллей, где всех ожидают чудеса и приключения. Семейство Муми-троллей – это такое семейство, с которым всё время что-нибудь дослучается. В этот раз Муми-тролли отправились в увлекательнейшие путешествия на воздушном шаре. И всё было бы хорошо, если бы внезапно начавшаяся буря не унесла шар вместе с путешественниками в совершенно неизвестном направлении. Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы не вмешательство волшебника. Антье Бонштетт – путешествие на воздушных шариках. Самолёты, вертолёты – никакой романтики. То ли дело отправиться в путешествие на летучем корабле, который поднимают в небо воздушные шарики. Его придумал изобретательный пингвин Дока, и вместе с зайцем Потешей и медведем Лапой он отправляется в путь. Но удача отвернулась от друзей, и, потерпев крушение, они оказались на острове, где живут коварные волк и сконс. Друзей ждёт ещё одно путешествие, ведь нужно подумать, как вернуться в родные края. Жюль Верн. Пять недель на воздушном шаре. Действие книги начинается в 1862 году, когда английский учёный, член Королевского географического общества доктор Самуэль Фергюсон вместе со своим слугой Джо и другом Ричардом Кеннеди отправляются в путешествие по Африке на воздушном шаре, наполненном водородом, в поисках истоков Великого Нила. Путешественники парят над просторами Сахары, исследуют истоки Нила, вступают в столкновение с туземными племенами и дикими животными, подвергаются нападениям огромных птиц, не раз оказываясь на волосок от гибели и остаются в живых, лишь благодаря собственному неимоверному упорству и невиданному везению. Жюль Верн позволяют им не только выжить, но и справиться со всеми невероятными приключениями, которые их ожидают. Марина Москвина. Приключения олимпионика. Олимпиоником называли в Древней Греции победителя олимпийских игр. Герой этой книги не такой уж и спортсмен, зато у него неунывающий характер. И он вместе с автором и художниками этой книги познакомит ребят с прославленными альпинистами, велогонщиками, расскажет о путешествиях на воздушных шарах и о подземных экспедициях. Ирина Никитина. Дмитрий Менделеев. На открытиях великого ученого Дмитрия Менделеева построена вся современная химия. Но немногие знают, что в свободное от серьезной науки время он поражал окружающих своими талантами, мастерил чемоданы, великолепно играл в шахматы, разгадывал тайну лунной краски и даже совершал опасные полеты на воздушном шаре. Великий ученый, составивший периодическую систему химических элементов, предстает в этой книге во все многообразие своей творческой натуры. Николай Аносов, как Знайка, придумал воздушный шар. Знайка очень любил читать о дальних странах и разных путешествиях. Часто по вечерам он рассказывал своим друзьям о том, что прочитал в книжках. Малыши очень любили эти рассказы. Им нравилось слушать о странах, которых они ни разу не видели. Но больше всего они любили слушать о путешественниках, так как с ними случаются разные невероятные приключения. Наслушавшись таких историй, малыши стали мечтать о том, чтобы самим отправиться в путешествие. И Знайка придумал, как это сделать. Николай Аносов, Незнайка путешествует. Незнайка, Винтик и Шпунтик, доктор Пилюлькин и другие забавные персонажи Николая Аносова оживают на страницах этой веселой и яркой книги, которая рассказывает об удивительном путешествии Незнайки на воздушном шаре. На каждом развороте раскрываются объемные панорамные конструкции, и книжка превращается для малыша в настоящий театр. Николай Аносов «Приключения Незнайки и его друзей» Первая книга увлекательной трилогии замечательного детского писателя, посвященная жизни необычных человечков-коротышек и их невероятным путешествиям. Веселая, размеренная и беззаботная жизнь цветочного города периодически наполняется хаосом из-за выходок неутомимого малыша-коротыша по имени Незнайка. Самое интересное для Незнайки и его товарищей начинается тогда, когда они приняли решение построить воздушный шар и отправиться на нем в дальние страны. Валентин Постников «Карандаш и Самоделкин» на острове гигантских насекомых Волшебный художник-карандаш и мастер-самоделкин снова пускаются в далекое путешествие, на этот раз на воздушном шаре. Им предстоит перелететь Индийский океан и очутиться на таинственном острове, населенном дикими племенами и гигантскими насекомыми. Эрих Распе «Путешествие барона Мюнхгаузена» Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена, кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения. Но оказывается, герой этих исключительных историй барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны, а в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Марк Твен «Том Сойер за границей» Продолжение знаменитых приключений Тома Сойера и его друзей, открывающие для читателя мир настоящей отваги, истинной дружбы и любви к жизни. На этот раз писатель отправляет Тома и Гека в путешествие на воздушном шаре. Им придется преодолеть множество испытаний и проделать нелегкий путь над Америкой, Атлантическим океаном, пустыней Сахарой и Египтом. Женевье во Юрье воздушные приключения В одном кроличьем семействе подрастают милые, но очень шустые крольчата, четверо сыновей и дочка. Они ни минутки не могут усидеть на одном месте и все время попадают в удивительные истории. Если вы еще не знакомы с этим замечательным семейством, скорее открывайте книжку. Вас ждут невероятные приключения.